Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой сессии. Снова возвращаемся на финансовые рынки и, соответственно, анализируем тот новостной и фундаментальный фон, который имел место быть по итогам вчерашнего торгового дня. Сессия была интересная, поскольку мы ориентировались сразу на несколько важных макроэкономических отчетов. И хорошо, что мы делали это, потому что, в частности, статистика по США еще больше усилила наши ожидания касательно того, что ФРС реально готовится к тому, чтобы повысить процентные ставки. В общем, данные были и европейского происхождения, соответственно, они влияют уже на динамику евро. И в целом можно говорить, что с точки зрения фундамента у нас за вчерашнюю торговую сессию появились дополнительные аргументы, которые позволяют нам и дальше прогнозировать поведение и евро, и, соответственно, американского конкурента. Зная, что будет с этими инструментами, разумеется, можем строить и другие инвестиционные идеи, прогнозировать возможное поведение различных кроссов, курсов, да и вообще любой валютной пары, которая представляет, может быть, для вас индивидуальный такой спекулятивный интерес. Сегодня, собственно, как и всегда, анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение. Величина бонуса сегодня 10%, а что касается кодового слова, предлагаю снова приурочить его к важнейшему макроэкономическому релизу дня. Это итоговые протоколы Федеральной резервной системы и в качестве кодового слова обозначить как раз ФРС. Думаю, что волатильность сегодня будет АХВЭ, особенно ближе к закрытию торговой сессии. Протоколы – это, соответственно, намеки на сроки ужесточения монетарной политики. А сейчас, опять же, ФРС, наверное, остается одной из самых интересных инвестиционных идей в плане решительности, которые только можно найти на финансовых рынках. Но, помимо прочего, конечно же, мы следим за прочими новостными фонами, в частности, ориентируемся еще на ЕЦБ с возможностью угрышения программы количественного смягчения. Но все-таки давайте обо всем поговорим по порядку. Начнем сегодня, как и всегда, с динамики сырьевых площадок. И прежде всего мы делаем ставку, ориентируемся на Brent. Актуальная котировка Brent на текущий момент 43,97. Говоря про минимальный уровень прошлого дня – это 43,50. В целом, ясно, что Brent продолжает оставаться под серьезным фундаментальным давлением. И я полагаю, что год этот будет закрыт не самым лучшим образом. Если можно так сказать, для этого активы в 2016 год мы перейдем уже с таким аккумулирующим эффектом общего негатива, который продолжит сказываться на динамике черного золота. Даже забегая в период, хочу сказать, что вряд ли в ближайшее время мы откажемся от идей, которые предполагают еще более серьезный коррекционный настрой. Потому что так уж получается, что каждую неделю мы реально находим дополнительные поводы, дополнительные возможности для распродажи этого инструмента. Вчерашняя торговая сессия явно не была интересной с точки зрения каких-то дополнительных сообщений. Но в целом мы продолжили копать и искать. И обратили внимание, конечно же, на статистику по запасам нефти США. Сначала это частная оценка. Запасы, вопреки ожиданиям, снизились, но на совсем чуть-чуть символичную, собственно, цифру. Минус 0,4 миллиона барлей за прошлую неделю. А вот количество нефти, запасы нефти в главном нефтетерминале США в Пушинге выросли практически на 1,5 миллиона. Я думаю, что это как раз тот самый нивелирующий фактор, который указал на, опять же, избыточность энергоресурсов уже в рамках американской экономики. И позволил трейдерам закрыть глаза на символичное сокращение запасов и сделать ставку на разгрузку этого инструмента. Главным событием для нефти сейчас остается такое стратегическое влияние ожиданий и спекуляций на тему заседания ОПЕК, который пройдет практически в начале декабря. Мы также ориентируемся на него. Но я уже отмечал, что главный вопрос, который будет обсуждаться, разумеется, в рамках встречи в Брежневосточном картеле, это текущая квота. И мы пришли к выводу, что ОПЕК, скорее всего, 99% не пойдет на снижение этой квоты, оставит ее на прежнем уровне 30 миллионов баррелей в сутки. Хотя, если мы посмотрим на фактические объемы, даже если закрыть глаза на факт трехмесячного цикла тенденции сокращения производства в ОПЕК, в частности, вчера мы говорили о том, что объемы производства снизились на 120 тысяч баррелей в сутки. Но все равно мы видим то, что фактические объемы производства, они гораздо превосходят квоту, гораздо сильнее. И сейчас превышают уже 31 миллион баррелей в сутки. Соответственно, говоря про слабость мировой экономики, мы снова приходим к выводу о том, что, учитывая актуальные цифры, состояние экономической конъюнктуры, позицию ОПЕК, которые борются за свою долю на рынке, но это также мягко сказано, скорее всего, они уже задействуют все возможности, которые у них имеются, чтобы расширить свою экспансию. И я думаю, что им в целом это удается делать, потому что те, скажем, развивающиеся рынки, которые зависят от стоимости на сырье, которые выступают одним из ключевых производителей энергоэсурсов, ну, прежде всего, я имею в виду, российскую экономику испытывает в связи с просадкой и снижением цен на энергоэсурсов, просто катастрофические проблемы. И нужно прекрасно понимать то, что, наверное, единственный, кто может повлиять на текущую ситуацию, это ОПЕК, потому что, к примеру, стоило бы им только принять решение о снижении квоты, как цены начали бы стабилизироваться, ну, резкого восстановления мы, конечно же, бы не увидели, но еще, скажем, больше просадки точно уже не было бы. Осталось бы только дождаться того, как и Китай встал бы на рельс уверенного восстановления, и рынок бы еще больше стабилизировался и, соответственно, вышел бы на балансовое состояние с спросом и предложением. Ну, хотя, как я уже отмечал в ходе вчерашнего брифинга, высоких цен на нефть, прежних суперциклов мы уже вряд ли когда-либо увидим. Что касается сегодняшней торговой сессии для Brenta, выйдет отчет по запасам нефти, уже официальная статистика, и, судя по прогнозам, нас ожидает очередной прирост. Я думаю, что этот фундамент можно будет использовать в качестве фактора давления на позиции Brenta и WTI. Ну, и не забывайте о том, что сейчас в качестве лидеров рынка у нас остается американская валюта, вчера доллар неплохо рос, получил дополнительную фундаментальную поддержку, очень стоящую, крепкую по инфляции. Сегодня у нас протоколы, ряд выступлений представителей ФРС. В целом, полагаю, что доллар сохранит свой обычный настрой, продолжит восходящее ралли, и усиление позиций американца будет негативной стоимостью сырьевых активов, да и вообще на всех инструментах, всего товарного сырья, стоимость которого номинирована в долларах. Об этом тоже не нужно забывать, поэтому сила доллара – это еще один фактор, который будет оказывать давлеющий эффект на, в том числе и нефть тоже. Что касается российской валюты, на премаркете видим сейчас котировку 65.14, ну, в принципе, рядом с, практически рядом с этим рубежом. Мы торговались в рамках всей вчерашней торговой сессии. Учитывая то, что бренд просел, логично было бы ожидать также девальвации и российской валюты, но этого вчера не произошло. Может быть, мы имеем дело с запаздывающим эффектом, временным лагом, но в целом нужно понимать то, что наша традиционная конгрессионная сделка, которую мы так проводим вербально, перемножая котировки на актуальные уровни ценовые по бренду, сейчас у нас получается 2864 рубля. Крайне низкое значение, 3300 – минимальный достаточный уровень, который хоть как-то должен был бы позволить сводить концы с концами в рамках российского бюджета. И сейчас мы понимаем то, что фактическая стоимость рублевая, стоимость барреля нефти находится гораздо ниже. Но это серьезный сигнал, серьезнейший сигнал для того, чтобы центральный банк все-таки вступился, вмешался в текущую ситуацию и, разумеется, задействовал те инструменты, которые могли бы спровоцировать ослабление курса национальной валюты, то есть стать причиной той самой девальвации, которую мы, собственно, и ожидаем. Поэтому USDRAP 65.14 – это только начало. Если вы, скажем, только рассматриваете перспективы инвестирования в доллар против рубля, сейчас можно использовать текущие уровни для занятия длинных сделок, потому что дальше у нас снова будет 67.68 и долгосрочный ориентир в районе 70. Идем дальше. Европейская валюта против доллара. Актуальные котировки на текущий момент 1.06.35. Видим то, что евро продолжает оставаться в понижательном тренде, в частности, вчерашняя торговая сессия. Сегодня мы видим то, что евро испытывает давление американца. В целом, участники рынка продолжают спекулировать на тему более агрессивного выкупа активов со стороны Европейского центрального банка. И в этом, наверное, уже практически никто не сомневается. Но действительно, ИЦБ вряд ли уже будет стоять в сторонке, понимая, что текущая экономическая ситуация, высокая безработица, низкие показатели индексов потребительских цен, катастрофическое состояние промышленного сектора. Это как раз те самые факторы, которые и должны, которые сигнализируют о том, что экономика нуждается в поддержке, и эта поддержка должна прийти со стороны монетарных властей. Мы обсуждаем несколько инструментов, которые могут быть использованы ИЦБ. Это расширение программы количественного смельчения. Есть предположение, что QE будет расширена на 10-15 миллиардов евро в месяц. Это как минимум. Есть возможность еще поиграться с процентными ставками. Может быть, ну, по крайней мере, ИЦБ не исключала возможность того, что они могут еще раз снизить процентные ставки, в том числе и ставку о финансировании, и ставку по депозитам. Ну и также мы обсуждаем сроки действия программы количественного смельчения. По действующему, текущему регламенту, программа QE будет действовать до сентября 2016 года. Но, судя по последним тенденциям, совершенно очевидно, что она уйдет на более продолжительное время и, соответственно, продолжит создавать серьезные основания для совсем уж долгосрочной разгрузки европейской валюты. Вчера мы следили за новостным фоном по Германии и еврозоне, и этот новостной фон был связан с оценкой экономических ожиданий, бизнес-ожиданий и оптимизма от института ЗЮ. В частности, индекс экономических ожиданий в целом, можно говорить, даже еврозона Германии, а также оценка экономических условий стала очередным блоком макроэкономических данных, который преимущественным образом разочаровался, и снова напомнил о тех системных проблемах, которые имеют место быть для еврозоны по причине замедления Китая и рисков, которые идут со стороны экономического спада других развивающихся площадок. Ну, мы об этом уже знали, да и тем более, буквально на прошлой неделе Марио Драги еще раз акцентировал на этом внимание, снова анонсировал, по сути, неизбежность дополнительных экономических стимулов со стороны европейского мегарегулятора. Ну, в качестве дополнительного инфоповода стоит отметить еще вчерашнее интервью, которое экономиста Европейского центрального банка Питер Пратт дал в Блумберг, где также он отметил те угрозы, которые имеют место быть, присутствуют в рамках еврозоны. Угрозы, прежде всего, он говорил очень много про промышленный сектор, о нем мы также говорили много на прошлой неделе, и резюмировали исключительно, скажем, негатив, по сути, реализованную рецессию. Поэтому это еще один аргумент, еще один стимул для того, чтобы ЦБ все-таки не тянул резину, а, наконец-таки, дал рынку то фундаментальное основание, которое позволит нам добраться до нашей ближайшей цели по евро-доллару в район 1.05. Ну и, может быть, уже нацелится на паритетные значения. Сегодня, как я уже отметил, ключевым событием станут протоколы. Полагаю, что, учитывая последние отчеты, да и, в принципе, настрой даже представителей ФРС и позицию Джанет Йеллен, мы увидим повышение процентной ставки до конца этого года, то есть по итогам декабрьского заседания. И, если, опять же, говорить про влияние ФРС на американца, тут нужно ожидать усиления позиций доллара, а усиление позиций доллара и как раз более жесткий комментарий ФРС снова вернуть на рынки. Еще один серьезный основополагающий фактор разгрузки европейской валюты – это контраст монетарных политик ЦБ и ФРС. Я также неоднократно делал на это акцент и отмечал, что этот повод также присутствует на финансовых площадках. В общем, по евро-доллару. Напомню, что у нас был очень хороший вход в пару для краткосрочных инвесторов. Для долгосрочных мы залезли в евро-доллар еще с очень высоких уровней, со значения 1.13, 1.14. Что касается краткосрочных, это был 1.0750. Наша цель – добраться до значения 1.06. Минимальный уровень вчерашнего дня был 1.0630. Чуть-чуть не дотянули, но думаю, что все может быть исправлено уже сегодня, и мы сможем добраться до указанной поддержки. Стоп-лосс для этого ордера находится в районе 1.08. Идем дальше. Доллар японская иена. Здесь понятно, доллар использует максимум поддержки со стороны долгового рынка. Трежерис растут, десятилетки действительно набирают неплохо обороты, пользуются спросом, популярностью в преддверии, опять же, решения ФРС. Плюс ко всему мы анализируем еще и макроэкономический фонд. Вчера вышел отчет по индексу потребительских цен. И здесь один сплошной позитив, потому что индекс потребительских цен, фактический уровень инфляции подскочил на 0,2% с прошлого нулевого значения. То есть мы прогнозировали, что рост заработных плат, который оказался самым значительным с начала этого года, должен простимулировать, опять же, и рост уровня инфляционного давления в американском регионе. Именно это и произошло. Поэтому с повышением инфляции, я думаю, что ФРС, точнее, те голосующие члены, которые высказывались против необходимости повышения процентной ставки, сейчас уже не будут иметь возможности зацепиться за, скажем, фактор низкой инфляции. Потому что сейчас инфляция реально уже поднимается с колен, растет. И если эта тенденция сохранится, соответственно, ФРС может разрешить уже и вторую ключевую проблему, которая когда-то была обозначена для американской экономики. Напомню, что первое – это рынок труда. Сейчас там прогресс абсолютно очевиден. Ну и второе – это низкая инфляция. Поэтому если будут созданы основания для движения этого показателя в район целевого порога 2%, значит, ФРС уже наверняка примет решение о нормализации денежно-кредитной политики и, соответственно, позволит нам прокатиться в расположение американцев против иены до уровня 125. И еще хотел отметить здесь уже фон, характерный для конкурента доллара – это японской валюты. Вчера хотел акцентировать на этом внимание, но, к сожалению, упустил из вида. Сейчас, разумеется, пытаюсь реабилитироваться. В частности, опубликованные данные по ВВП Японии в начале недели просигнализировали о том, что, в принципе, японская экономика, по сути, остается в рецессии. И экономисты прогнозировали, что ВВП Японии может снизиться в третьем квартале данную целых 0,2%. Но, фактически, показатель мы видели гораздо хуже – минус 0,8%. Поэтому, снова возвращая вас к идее того, что и Банк Японии, скорее всего, также уже не будет временить, начнет смотреть фактом в глаза и поймет, что без решения программы количественного смягчения уже никак не справится и не обойтись. И этот фон можно будет использовать в качестве еще одного фактора давления на японскую валюту. Ну и, разумеется, он станет причиной еще большего бычьего ралли американца против иены. То есть, все упирается в идею сохранения бычьего настроя, движения юсти иены в район 125. Туда, соответственно, и метим, и, соответственно, там и ждем этот тандем валютных инструментов. Фон против доллара. Вчера также британская валюта, ориентировалась на национальный макроэкономический фон, вышли данные по индексу потребительских цен. По факту мы видим то, что инфляция снижается второй месяц подряд. Годовой показатель так и остался на отрицательной территории минус 0,1%. Ключевое давление по-прежнему оказывает на этот отсчет снижение цен на энергоносители. И поскольку мы уже сделали такой мрачный прогноз по перспективам WTA и Brent, значит, это давление будет еще более основополагающим и индекс потребительских цен, ну, по крайней мере, вряд ли выйдет выше нулевой отметки в ближайшее время. Поэтому вспомним комментарии Карни, руководителя Банка Англии, о том, что британский мегарегулятор будет, скажем, временить с необходимостью повышения процентной ставки. явно не пойдет сразу же вслед за ФРС и, скорее всего, отложит это решение до 2017 года, потому что, по прогнозам, только к этому периоду индекс потребительских цен сможет вернуться к целевому диапазону в 2%. Это серьезный фактор давления на британца, но поскольку даже краткосрочный локальный фактор, можно использовать вчерашние данные по индексу потребительских цен. И поскольку мы видим то, что инфляция по-прежнему, по сути, пребывает в дефляционной зоне, значит, у нас есть и локальный фактор, чтобы солить фунта и делать ставку на то, что пара фунт-доллар сможет легко вернуться в район 1.50. В частности, на сегодняшней азиатской торговой сессии мы видим уже активные распродажи британца. Что касается цели, наш селл-стоп пока держится на рынке и с уровня 1.50 мы должны, скажем, войти в краткосрочный трейдинг по позиции фунта против доллара, тейк-профит 1.50, 100-1.52. Думаю, что сегодня мы сможем, по крайней мере, оказаться в этой сделке. Что еще интересного? Австралиец против доллара. Актуальные котировки на текущий момент 0.7097. Здесь хочу отметить сегодняшние данные по зарплате. Напомню, что зарплату мы анализируем как возможное обстоятельство для разгона индекса потребительских цен. Зарплаты оказались самыми низкими с момента накопления статистики, по сути, с 1998 года. Значит, низкие зарплаты не позволят, скажем, Резервному банку Австралии делать такую оптимистичную ставку на то, что потребительская активность сможет вытащить экономику на более достойные показатели ВВП. И еще здесь один подводный камень заключается в том, что при снижении, соответственно, зарплаты давление оказывается на индекс потребительских цен. А в случае снижения уровня инфляции в рамках австралийской экономики, по сути, появляется еще один аргумент, чтобы Резервный банк Австралии пошел на еще одно снижение процентной ставки до конца этого года. Поэтому по-прежнему не отказываемся от этой идеи. Ждем пару аута USD в районе 0.70. Я думаю, что в ближайшее время там она и окажется. USDCAD актуальной котировки 1.33.17. Здесь стоит в качестве актуального новостного фона отметить данные по промышленному производству. Производственным заказам просели на 1,5%. Хуже прогноза, который был обозначен в районе 0,1%. И тем трейдерам, которые сейчас ориентируются на трейдинг по канадцу и по какой-то причине делают ставку на его возможное укрепление, я советую отдуматься. Потому что, опять же, фактическая цифра по спаду производственного сектора говорит о том, что вкупе со слабостью рынка недвижимости у экономики нет никаких оснований, чтобы выйти на целевой показатель по экономическому решению чуть выше 1%. Я думаю, что в лучшем случае это будет 1% к концу этого года. И в целом риски, мы видим, сохраняются для канадского региона. Да и еще эти риски усиливаются постоянным падением, снижением цен на энергоисурсы. То есть от канадца мы тоже, точнее от Банка Канады, ждем проактивных действий и, возможно, еще одного снижения процентной ставки. Наша следующая цель, ближайшая цель по USDCAD это уровень 1.35. Что касается важнейших событий сегодняшнего дня. На протоколах мы уже останавливаемся. Сегодня в 22.00 по московскому времени, но до этого в 16.00 состоятся еще выступления представителей ФРС Мейстер и Локкорда. А в целом это, скажем, монетарные представители, которые больше высказываются за необходимость повышения процентной ставки. Если и сегодня они не изменят своим взглядом, хотя вряд ли, учитывая то, что вчера у нас вышли еще и очень неплохие данные по инфляции у доллара, даже перед протоколами должна появиться хорошая возможность для усиления собственных позиций. Напоминаю, что величина бонуса на сегодня 10%. Кодовое слово ФРС. На этом, собственно, все. Если есть вопросы, вы знаете то, что их можно задавать на нашем официальном канале на YouTube. Ну и в специальном аналитическом разделе на ветке форума Amarkets. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok